итак ребята всем привет сегодня у нас 20 июля 10 день отдыха и сегодня мы выезжаем домой и да наконец-то 10 дней отдыха прошли моментально сейчас потихоньку будем собираться и в обед наверно выезжать домой короче потихоньку собираемся и в обед будем выезжать домой как мы будем собираться вот это все я не буду снимать немножко сниму как мы едем домой ну и там уже наверно скажу какой пробег вообще вот нашего общего путешествия составил там сколько км на квадрике сколько в общем проехал на озере инголи и вот здесь на море все друзья скрутились собрались батя купается тепло быть реально вот именно сейчас пекло просто смертельное так полностью все загрузили сейчас будем трогаться и выдвигаться домой посмотрите как далеко мужчины тут ужас вот смотрите ребята вот здесь причал и смотрите вот сколько машин на каком и на шестнадцатом да вон мы стоим мы 16 ну 30 но тут еще след того то что вон бмв с прицепом мы с прицепом тут фиг знает войдем мы не войдем да вон то вот далеко-далеко-далеко вот причаливают да вот мы не успели так что ждем 2 успели но не вошли да и мы не вошли так точнее будет правильный машин 25 30 мешает здесь у нас по моему бесплатный вот в этом месте а в том месте вроде как платный ну он сейчас стоит там грузится да 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 вон смотрите вот видно вот эту вереницу она туда далеко-далеко уходит за гору вот за это но туда вообще он за тело ну даже туда ну здесь кстати туалет состоят в общем друзья с учетом того то что мы еще опоздали на первый паром и еще мы прождали когда приедет второй паром прождали мы где-то около двух часов он если не больше конечно и еще кстати рядом с платным паромом стояла бендюшка в которой продавали и мороженое газировку чипсы но прикол в том то что цены там просто конский примеру я за одно мороженое из-за газировку фанта 05 она по-моему была я дал 200 рублей то есть газировка фанта стоила 120 рублей а мороженое где-то 80 рублей по моему может поменьше я уже точно не помню то есть я где-то около 200 или 200 рублей отдал только за мороженое из-за газировку то есть цены там реально конские ребят если вы будете там как-нибудь проездом топу покупайте все сразу в деревне потому что если вдруг у вас там вода или попить закончится туда идти в этом просто опустошить и свой кошелек там сына реально просто дичайши конские буквально четыре машины не вошло и покажи из-за чего не вышли сколько лодок тут три машины с прицепными по моему вот считай вот этот бэха потом мы с прицепом это вот дальше с гидроскутером крузак сотый не я говорю три машины только с прицепами вот они вот эти два прицепа как раз наверно было шло бы это три машина но конечно дичайший тем не повезло но так все мы отплываем он кстати еще один это платный уже по моему да он тоже грузится время засеки за сколько дают ну думаю полчаса как и в прошлый раз и мы виднее тем не менее выехал не в целом-то у него прицеп высокий у нас от низким коснется у нее смотрю не коснулся все друзья мы выбрали с парома просто посмотрите впереди есть впереди едет mercedes новенький mercedes и дымит вот весь этот дым это от mercedes да видно как он дымит бред какой-то просто новый mercedes уже дымит в принципе не удивительно бмв mercedes это немцы это немцы два немца они два немца ауди тоже серьезно нормально и все они конечно ну как мы видим говно но это мягко говоря просто что у них сейчас двигателя раньше раньше были миллионики вот раньше конечно делали лучше сейчас мы новые mercedes и бмв большому сожалению говно большому сожалению сейчас мы кстати проезжаем деревню это визит новоселово до короче ребята это трасса r257 или by 257 как как правильный табаканский тракт и вся и вся вот вся изрыта очень плохая извилистая горная такая очень плохая трасса не ну реально она такая и горная и узкая тут обогнать толком нигде уроют все и всю роют да и там экскаватор че-то роют вон он все реально че так какая-то вообще дерьмо очень да мне кажется патчинская намного моего патчинская получше реально но она не такая горная и там все равно где-то на места есть обогнать чтобы ну и быстрее мы приезжали на них в общем друзья потом мы заехали на заправку бирюса и рядом с этой заправкой стояла кафешка мы там перекусили а еда кстати на удивление очень там вкусная то есть нам реально очень понравилось если вы там будете проезжать то очень рекомендуем остановиться и перекусить там а также друзья вот сейчас покажу вам видео мы нашли очень прямо интересный умывальник шина и внутри раковина и заправочный пистолет очень прикольно получилось очень интересная идея и отец взялся на заметку и сделал у нас во дворе точно так же я наверно справа вверху оставлю ссылку на видео и в описании возможно тоже оставлю если не забуду отец сделал у нас во дворе примерно точно так же как там около туалета да это умывальники стоящие около туалета и прикольно нормально нажимаешь она льется придано она реально как пользе воняет здесь стоит прикольно это легковая резина вот от квадроцикла бушу посты вообще бы смотрелось сильно хочу сделать это был и это как его заделаем также сли все это тут вот корыто можно сделать и прикольно просто смотрите ребят какая трасса обалденная она и длинная прямая и ровная дорога это табаканского да это табаканского трака вот получается ближе сквозь до московскому вообще обалденно ровная прямая так и тут реально можно по 180 относиться тут можно спидометр вложить обалденная трасса ну называется где мы ели где мы ели там была заправка бирюса бирюса это да 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 перемычка да уже подъезжаем друзья красноярску и уже виднеется тот крест на горе дрогина до похоронили город ужас вы херню сделали время кстати уже 8 54 солнечными все 5 даже все друзья мы наконец-то приехали домой дорогу я не буду показывать у меня тоже не буду показывать в общем проехали мы на джипе сколько 880 километров вот это путешествие почти тысячи офигеть конечно сколько мы на квадрике накатали я сейчас тоже скажу он по моему около 180 по моему камы и так друзья включил зажигание квадроцикла в общем на квадрике проехали всего лишь 176 и 3 камы а общий пробег у квадроцикла на данный момент так 333 и 7 часов общий пробег 5827 собственно ну да мало накатали в прошлом году накатали кстати побольше на озере инголь его чисто озеро инголь на море даже не ездили вот по озеру инголью накатали сейчас скажу 210 км по моему если я не ошибаюсь в прошлом году но накатали там больше тупо из-за того что дядя там в прошлом году проезжал катался очень много поэтому в прошлом году больше накатали чем в этом а так в принципе все ребята Такое вот путешествие Квадроциклом, надо ли заниматься? Надо, то есть нет, он на своем ходу Ты его сейчас завел, поехал, то есть все нормально Но все равно заниматься им Кое-что поделать надо, по мелочам Ладно, ребята, на этом все Нам еще вот прицеп надо Разобрать, разгрузить, то есть извиняюсь И вот еще вещи С джипа вытащили все Сейчас пойдем, наверное, перекусим Да будем убирать все вот эти вот вещи Ну дико устали, реально Субтитры сделал DimaTorzok